Мир на ощупь. В Самаре в филиале библиотеки номер 6 прошел медиачас к теплу протянутой руки. Школьникам рассказали о международном дне белой трости, символе незрячего человека. Ребята познали все сложности жизни слабовидящих. Подробности в сюжете Ксении Бакановой. Что значит быть незрячим? Олег Пелюгин примерил на себя эту роль. На глазах маска, в руках специальная белая трость. Мальчик говорит, она для незрячего человека настоящий помощник и проводник. Его глаза. Звук от удара о поверхность позволяет человеку буквально услышать окружающее пространство и ощутить препятствия на своем пути. Теперь Олег знает точно, жить в полной темноте тяжело и страшно. Для человека это настоящий подвиг. Потеряешься в пространстве. Я чувствую только по стенам, куда идти. Так очень сложно. Полная темнота. Не знаешь, где ты. Думаешь, правильно ты идешь или нет. В Самаре в филиале библиотеки номер 6 прошел медиачас тепло протянутой руки. Он приурочен к международному дню белой трости, который ежегодно отмечается 15 октября. Главная цель этой акции – обратить внимание на людей, у которых проблемы со зрением. Это слепые люди, плоховидящие. Ну и также сформировать толерантное отношение к ним. Этим людям очень нужна наша забота, поддержка. Чтобы, видя на улице такого человека, мы не прошли мимо, а смогли им как-то помочь. И помочь правильно. Ребята узнали о проблемах, с которыми сталкиваются слабовидящие люди. Учились определять предметы на ощупь и познакомились с азбукой Брайля. Каждая буква в ней – это определенный набор выпуклых точек. Во время чтения незрячий человек нащупывает их кончиками пальцев. Это не беседа, не рассказ и не просто видеоролик. Дети сами пытаются почувствовать, как это быть незрячим. Я думаю, это хорошая, современная форма работы с читателями. И хочется выразить огромную благодарность сотрудникам библиотеки за то, что они открывают мир книги для наших ребят и не оставляют их равнодушными после своих мероприятий. Также ребята познакомились с биографией писателя Эдуарда Осадова. Это не только замечательный поэт, но еще и фронтовик и несокрушимый боец. В 17 лет юноша ушел на фронт добровольцем. Там он прошел тяжелый путь от наводчика до командира батальона. В 21 год под Севастополем с ним произошла трагедия, которая разделила его жизнь на до и после. После ранения Осадов навсегда лишился зрения. Однако интерес к жизни, веру в человека и силу слова не потерял. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.